а перед началом ролика хочу посоветовать вам канал дмитрий рэй парень делает качественные видео со страшными историями если ты любишь пощекотать себе нервы то подписывайся на канал не пожалеешь ссылка в описании мы выскочили с парадной как ошалелые у меня тряслись руки и сводило дыхание я до сих пор не мог понять что сейчас увидел у меня были мысли что это все какой-то кошмарный сон но ущипнув себя за палец и пожмурив глазами я понял что ни хрена это не сон это все были реалии реалии с которыми я не знал что делать на моем сослуживце не было лица он как ребенок которого отругали за непослушание плелся позади меня с опущенной головой шаркая ногами по земле я быстро смекнул что не стоит никому говорить о всем том что мы увидели в том доме как будто бы мы там и не были вовсе мои мысли штурмовали мою голову со всех сторон у меня было очень много вопросов ответы на которые скорее всего я никогда не узнаю ведь я всегда был скептиком и да ладно там еще какие-нибудь призраки или домовые в это еще может и можно как-то было поверить но лысые нелюди без глаз это что-то из ряда вон таким образом мы дошли до кпп не проронив ни слова нам осталось пройти еще каких-то там метров сто как я обратил внимание на своего сослуживца и заметил что у этого дебила не было на плече автомата где-то свой автомат ты проебал придурок говорю я ему он поднял на меня свои полные безразличия глаза и еле связным выдавил не знаю походу оставил в том доме на этом он словно оживился его глаза снова наполнились жизнью и он уставился на меня этот дурак начал выйти вопить что больше не пойдет туда что он не вернется в тот ад как он выразился конечно я понимал его мне самому совершенно не хотелось туда возвращаться но в нашем случае возвращаться без автомата было хуже смерти мне это может еще ничего и не было бы а вот этому дураку грозил дисбат что еще хуже тюрьмы я хорошенько вмазал ему пощечину чтобы успокоился и вкратце объяснил ему что его ждет если он придет без оружия вроде понял с момента как мы ушли на обход прошло уже несколько часов мы должны были прибыть еще час назад нам уже грозили как минимум по два наряда вне очереди а если не вернемся еще через час тогда на наши поиски отправить целую группу вот тогда-то нам будет реальный пиздец я пытался объяснить все это своему напарнику но этот баран походу не осознавал всю серьезность ситуации а шел с опущенной башкой и видимо с обосранными штанами так как думал только о том что сейчас ему вновь придется войти в этот чертов дом спустя полчаса мы стояли напротив той самой парадной нервно выдохнув я снял с плеча автомат поставил палец на спусковой крючок и двинулся к входу сашка еле ковыляя поплелся за мной его частое дыхание раздражало меня все больше но мне больше ничего не оставалось за окном началось меркаться с ну соответственно и на лестничной площадке тоже стало немного потемнее тишина сильно давила на голову мне не хотелось снова видеть все это месиво все эти наполовину сожранные трупы обглоданные части тела кишки кровь я накрутил себя до трясучки в руках и палец на крючке стал нервно выплясывать мы поднялись на этаж тут я сразу же обратил внимание на дверь она однозначно была открыта а когда мы уходили я точно ее закрывал недолго думая я резко вошел в квартиру с приподнятым автоматом и зашел в комнату я не поверил своим глазам комната была абсолютно пуста ты слышишь пуста никаких трупов в ней не было только лужи крови остались а эти сталкеров как и не бывало даже тот который висел на веревке исчез сказать по правде мне даже немного полегчало ну по крайней мере перед моими глазами не красовались горы мясных трупов санек тоже немного оживился но даже несмотря на это мы были в полном недоумении но что самое страшное было для санька дак это отсутствие его автомата в комнате ну давай вспоминай где ты его оставил олень блять заорал я на него мол может не здесь ты его оставил а еще где но он четко был уверен что положил его на диван в этой комнате мы перевернули с ним всю квартиру но все было тщетно саша выдвинул предположение что может мы просто перепутали квартиру а в этот момент мне захотелось ему отвесить хорошего подзатыльника кровище есть веревка окровавленная есть этаж тот да и дом тоже не лепи херню твердил я этому идиоту я понимал что если мы вернемся без оружия санеку пипец будет но с другой стороны почему я то должен страдать из-за него мне максимум несколько нарядов будет за опоздание а за автомат отдуваться только ему придется но жалко было дурака этого внезапно я услышал за окном до боли знакомый стон да да тот самый который я слышал в квартире когда мы поднимались сюда в первый раз подскочив к окну я увидел до боли знакомую рожу без глаз этот чудик стоял около соседнего дома выглядывал из-за угла и издавал этот истошный вопль тебе просто не передать словами каково это слышать этот нечеловеческий тембр он отдавал вибрации по ушам и пробирал до костей приглядевшись получше мне показалось что он как будто принюхивается эта тварь нас ощущала наше присутствие здесь запах нашего мяса на улице стало уже довольно темно что играла не в нашу пользу этот чудак выскочил из-за угла и начал на четвереньках передвигаться в сторону нашего дома время от времени издавая свой протяжный стон боже лучше бы я бросил все к чертям собачьим и остался на кпп хер бы с ним с этим придурком выкручивался бы сам мне как-то не очень хотелось бы быть съеденным какой-то тварью из припяти тем временем мой напарник саша завидев что творится за окном снова принял облик трясущегося и молчаливого идиота я понял что если эта тварь зайдет к нам в дом то мне придется стрелять в таком случае уже ничего не скроешь от командира придется все ему рассказать но я прекрасно осознавал что мой рассказ лишь только усугубит мое положение и мне светит только одна дорога в дурку этот хрен минуя улицу ловко перескочил через несколько ограждений и подкрался к нашему подъезду он поднял свою голову и пустыми глазницами начал вглядываться в наши окна он будто не только чувствовал наш запах но и видел нас мне так показалось потому что пробежавшись немного по окнам он как будто заметил мой взгляд в окне и слегка улыбнувшись нырнул в парадную сказать что я испугался ничего не сказать я снял свой калаш из предохранителя и приготовился встречать эту тварь я встал в проходе между лестницей и квартирой и начал прислушиваться как ни странно никаких звуков не было ни его пронизывающего вопля ни шагов ни возни вообще ничего словно никто и не заходил в парадную я направил ствол калаша в сторону лестничного пролета и выжидал момент когда на горизонте промлекнет хоть что-нибудь я готов был изрешетить этого лысого пидора в пух и прах мной уже не овладевал ни страх ни волнения и я мечтал лишь об одном чтобы его рожа проявилась в поле зрения моего прицела но ничего не появилось стояла гробовая тишина простоял я так примерно еще минут семь а потом двинулся к лестнице санек сзади что-то промямлил мне но мне было похер я начал потихоньку спускаться ступенька за ступенькой каждый мой шаг отдавался громким эхом даже несмотря на то что я шел очень медленно позади меня плелся саня пройдя несколько этажей я вдруг что-то услышал я не могу сказать точно что это было но отдаленно напоминало какое-то причемокивание очень противное будто кто-то в предвкушении чего-то вкусного облизывает языком губы звуки явно исходили с нижнего этажа прямо под нами я уже был готов продырявить этого ублюдка и решил долго не мешкать я спустился чуть ниже задержал дыхание резко перевалил через перила и направил ствол в сторону нижнего этажа палец уже был готов надавить на спусковой крючок моего автомата но там никого не оказалось звук причмокивания внезапно пропал и вновь наступила полная тишина за окном стемнело окончательно саня остался на верхнем этаже на лестнице почти ничего не было видно но по очертаниям было понятно что там никого мне нужно было доделать начатое я не мог быть спокоен зная что где-то бродит этот варина и выжидает удобного случая чтобы полакомиться нами я спустился на нижний этаж мой взгляд случайно упал на окно а точнее на то что было за ним чувак я не знаю как это объяснить я конечно повидал за сегодняшний день много как мне показалось на тот момент но к такому даже я не был готов за окном я заметил каких-то уродов они не были похожи на того за кем я охотился они выглядели еще хуже их было четверо они вышли из-за того же дома что и этот судя по всему они все вместе жрали тех сталкеров я не мог их нормально разглядеть из-за темноты но в этот момент я начал понимать что мы оказались в западне а у меня всего один магазин в калаше мои мысли начали переплетаться я не знал что мне делать мое пристальное внимание было приковано к новым гостям на улице я на время забыл что нахожусь в темном подъезде в котором прячется безглазая тварь у меня сердце ушло в пятки когда я почувствовал справа от себя чье-то дыхание вернее даже не дыхание осиплый хрип явно не человеческий у меня свело дыхание от страха я медленно начал поворачивать голову до конца не развернув ее я увидел боковым зрением что это тот самый лысый пидор сидит на карачках и пялиться прямо на меня своими пустыми глазницами недолго думаю я сжал автомат покрепче и втащил ему прикладом по морде он как завопит на весь дом я чуть не оглох только замахнулся чтобы уебать его второй раз а он как прыгнет на меня блять я подумал что все мне конец он висел на мне как обезьяна на дереве и пытался вцепиться зубами в горло ты не представляешь какой он был тяжелый это просто жесть на вид вроде поменьше меня а по факту тяжеленный как кабан я пытался скинуть его с себя несколько раз ударил кулаком по роже но ему хоть бы хер в итоге он меня повалил его вопль разрывал мои уши на куски из его рта вытекала слюна из черных глазниц какая-то жидкость было темно поэтому было непонятно что именно себя представляет данная жидкость но мне показалось что это была кровь только более густая он визжал мне прямо в лицо а я ничего не мог поделать ибо силы мои иссякли окончательно и бороться с ним было просто нереально все что я смог сделать это упереться обеими руками ему в челюсть и не дать себя укусить в этот момент у меня перед глазами пролетела вся жизнь я начал осознавать что все это уже точно конец мои руки начали потихоньку ослабевать но вдруг что-то произошло и этот урод резко затих и повалился на меня всем весом спихнув его себя я увидел стоящего перед собой саню с какой-то палкой в руках я уж подумал что этот дурачок зашкирился где-нибудь и обоссывает свои штаны но нет он еще на что-то годится еле поднявшись отдышавшись я схватил автомат и приставив в упор голове монстра произвел один выстрел тут же я вспомнил про наших друзей на улице которых мы наверняка привлекли создавшимся шумом я кинулся к окну там уже никого не было зато на первых этажах послышались шаги и какое-то жутковатое скуление отдаленно напоминавшая волков но я то знал что никакие это не волки я пришел к выводу что лучше спрятаться нам в какой-нибудь из квартир иначе встреча с ними может выйти нам богом мы побежали с саньком на верхний этаж и нашли единственную квартиру у которой до сих пор еще висел замок но обычная щеколда если быть точным эти твари чувствовали нас и поднимались на наш этаж я попытался посмотреть в глазок но десятки лет простоя и кромешная тьма дали о себе знать я ничего не разглядел я прильнул ухом к двери и стал прислушиваться они поднялись на наш этаж непонятное хрюканье в тандеме с волчьим скулением доносилась с той стороны двери один из них подошел к двери вплотную и прижался к ней я услышал как он начал принюхиваться потом он нащупал замочную скважину и уткнувшись в нее носом сделал глубокий и протяжный вдох он обнаружил нас за дверью раздался громкий рык а за ним последовал мощнейший удар по двери мне неплохо так прилетело дверью по уху все остальные монстры поспешили помочь своему собрату и принялись царапать дверь видать наше теплое свежее мясо вдарило им в ноздри вот они и сполошились я понял что нам будет просто так не уйти саня стоял чуть поудре от меня мы были на третьем этаже так что прыгать был не вариант был только один выход я поднял свой автомат отошел подальше от двери и выпустил в дверь пол рожка за дверью стихло не воплей не стуков не звук от царапающих ногтей на всякий случай я прислушался тихо когда я открыл дверь перед нами лежало четыре трупа неизвестных мне существ они немного отличались друг от друга чем-то они были похожи на людей но лишь немного в основном телосложением и тем что передвигались на двух ногах один был весь волосатый чем-то смахивал на снежного человека но намного страшнее и уродливее другой был здоровее остальных с огромным горбом на спине у него были маленькие как пуговицы глаза красного цвета остальные двое отдаленно напоминали того лысого безглазого урода брат это все не сон это грёбаные реалии я ни за что в жизни не поверил бы такому рассказу так что если ты мне не поверишь я пойму блять чувак я не знаю как мне воспринимать это все а где вы сейчас-то находитесь да прямо здесь и сидим в этой самой квартире на улице темно не имеет никакого смысла сейчас куда-то идти все равно пиздюли охватим от командира а может даже и дисбат светит почти целого магазина в калаше нет так вы не собираетесь ничего рассказывать им не знаю в психушку мне не хочется уж лучше в дисбате перекантоваться чем в дурки валяться не знаю брат не знаю вот так вы можете посмотреть это всё что тебе нравится да у от